Добрый день, дамы и господа. С вами Лилия Павловна Коваленко. Считайте, что я сегодня вас пригласила в ресторан. Я хочу вам открыть несколько секретов, но мы в простоте слово молвить теперь не можем, теперь это мы называем лайфхаки, ну прям куда-то, ну будем так говорить, не секреты, не секретики, не тайны, а вот то самое слово, которое лайфхаки. Обычно мы рассматриваем вариант, что меня пригласил мужчина в ресторан. Я очень бы на него обиделась, если бы он пришел позже меня. Что же я должна делать? Вы бы меня спросили, а что тогда должна делать женщина? Стоять возле ресторана, поджидая своего мужчину? Сидеть в машине? Или он будет вообще под дождем? Нет. Мужчина, если опаздывает, он звонит мне перед отелью и сообщает, что я пригласил гостя, пожалуйста, примите его. Ее, его это не имеет значения. Я смело, по умолчанию понимаю, что я иду в ресторан с нормальным человеком, и все будет он продумал, он по праву сильного, по праву мощного, все сделает так, как надо. И действительно, я подхожу к микроделлю, просто сообщаю, ставлю его перед фактом, что я гостья господина такого-то, и он абсолютно спокойно проводит меня в зал и показывает места. Вот теперь я могу угоститься чем-то и подождать своего молодого человека, своего мужчину, который, конечно, потом получит свое тоже. Так не поступают, надо поступать более корректно и не ставить меня в неловкое положение. Но если вы согласовали свои действия и встречаетесь перед рестораном, это идеальная, нормальная позиция, которая бывает чаще всего с мужем и женой. Но и если вас подвозят, вы должны согласоваться, созвониться, все эти по нынешним временам, не фокус. Это нормально, все можно отработать. Встретившись, вас мужчина пропускает вперед, но пропускает красиво. Мужчины, пожалуйста, смотрите на меня. Вы открываете дверь, причем каждый мужчина обязательно сразу понимает, куда открывается дверь. На себя или от себя. Он должен открыть дверь, отойти, дать возможность пройти женщине и сопроводить это. Это делается все быстро, то есть, как теперь прокрутите ускоренную съемку. Он должен показать, и все. Она проходит и говорит глазами, глазами, весь разговор на невербалке. Но вы объяснили друг другу все, что хотели. Наступает следующий очень такой интересный момент. Вас встречает метр ДТ. Значит, есть ли вариант, что вы заходите в зал только со своим мужчиной? Это тот самый случай. Один из немногих, когда в зал ресторана мужчина берет вас под локоток, но заходит первым, как таран, прокладывает путь. Но это он не просто прокладывает путь. Он понимает, что он вас держит. Он показывает всем в зале, эй вы, это моя женщина, ну прикоснитесь к нему. Он какое-то неловкое слово, движение по отношению к моей женщине. Вы будете иметь дело со мной. Самое, а бывает еще ситуация, когда вас провожает метр ДТ. Вот тогда первым идет метр ДТ. За ним следует женщина, а за женщиной идет мужчина. То есть, опять же, по праву сильных, они окружают женщину. И она оказывается между двумя мужчинами. Метра ДТ показывает место. Обычно, самое привилегированное место, это место, когда вы видите зал и двери. Потому что, когда вы сидите спиной к дверям, у вас очень неприятная ассоциация. Чувство опасности. Поэтому это место обычно принадлежит мужчине. Женщина должна сидеть раскована, и она должна понимать, что ничего плохого с ней не произойдет. Это видео, как бы является, если говорить, не секретами, а только лайфхаком номер один. Потому что у меня есть для вас еще сюрприз, лайфхак номер два. Вот меню вам дают. И вот здесь тоже секрет. Женщины, не делайте этих глупых ошибок. Не заказывают, а согласовывают. Ну, каждый смотрит свое меню. А потом вы свой заказ говорите мужчине. И заказывает мужчина. Мужчина заказывает. Причем он заказывает так, чтобы вы в некоторых ресторанах есть даже меню для женщин без цен. Чтобы вы не выбирали водичку, если вы чувствуете, что мужчина может быть не очень состоятельный. Или как-то там наоборот, хотите там, ах, гулять-то гулять. Гулять-то гулять. Вас пригласили в ресторан. И вы должны делать то, что вы хотите делать. Это все право мужчины. Он должен иметь кошелек. Поэтому будьте абсолютно спокойны и заказывайте столько, сколько вы можете съесть. А сколько вы можете съесть, вы знаете. Порции должны быть маленькие. Теперь не существует положения, пока я ем, я глухий нем. Вы должны брать столько, чтобы можно было пережегнуть еду и вести беседу. Вы не рейте еду туда больше. Если же нашелся наглец, который все-таки подходит и приглашает вас на танец. Вот здесь есть ситуация, когда женщина после такого приглашения смотрит на своего мужчину. И мужчина может сказать, как хотите, и тогда она решает, идти танцевать или нет. Но он контролирует, чтобы не было ни грязных жестов, ни каких-то там посягательств на вас. Чтобы вас не украли или не украли ваше кольцо. Что тоже бывает иногда. Ну, я, конечно, шучу, хотя шутки плохи. Времена такие настали. Надо быть и сторонными, господа. Потому что иногда там бывают господа-проходимцы. Им не должны попасть им в лапы. Вот это как бы основное, что я хотела бы сказать. И только еще один лайфхак. Только по поводу того, что мы, современные женщины, мы зарабатываем деньги. Мы можем пойти и сами в любимый ресторан и поесть то, что мы хотим. Мы любим. Я пришла поесть рыбку. Ну, извините меня. Тогда думайте, какой длины ваша рука, какой глубины ваш вылез, как вы причёсаны и всё остальное. И не сидите и не стреляйте глазками. А это тоже особая наука. Потому что тогда вам туда придёт обязательно. Вы зазываете. А вы пришли по истерику. И вам придётся ему по-королевски отказывать. Отказывать. Так вот, чтобы всего этого избежать, будьте бдительны. Одевайтесь соответствующим образом. И заказывайте великолепное вино. И проводите в своё удовольствие вечером. А на этом всё. До встречи. В ресторане. Субтитры создавал DimaTorzok